Совсем немного осталось до Нового года. Хозяйки задумываются, как накрыть праздничный стол. И на нем наверняка будут присутствовать блюда из мяса, курицы и молока. За качественной продукцией мирненцы поспешили на ярмарку сельхозпроизводителей. На ярмарке сельхозтоваропроизводителей раньше и правда было что посмотреть. Торговые прилавки ломились от обилия продукции. Свежее мясо, домашнее молоко, творог, сметана, выпечка, овощи, варенье и соленье. Продукты на любой вкус. В этот раз большинство прилавков были почти пусты. Одинокие покупатели ходили между рейдами, разочарованные высокими ценами и небогатым ассортиментом. Я думала, производителей будет побольше, чтобы был выбор побольше. Это мое мнение. Не пойму по ценам. По-моему, в магазине все-таки подешевле будет. Вот курица, например, и вот говядина, что-то дороговато, 420 рублей. Ну, все так. Вешеные, можно сказать. Ну, 450-440 рублей. Это же дорогие. К сожалению, я совершенно случайно попала на рынок и узнала, что ярмарка, поэтому нет информации, маловато. За продуктовую палитру отвечали несколько крестьянско-фермерских и подсобных хозяйств. Совхоз «Новый», Усункиольская агрошкола, конезавод имени Степана Васильева из Нюрбы и кооператив «Себюлю», «Вилюйский улус». И это весь список приезжих участников гастрономического праздника. Мы представляем агрошколу села Усункиоль, Сунтарского улуса. И наша продукция в основном из жеребятины. Это у нас полуфабрикаты тефтели, котлеты, а также субпродукты высшей категории – это язык. И второй категории – это кишка, харта, кровяная колбаса, печень. В течение двух дней участники предновогодней ярмарки радовали жителей дорогой, но зато качественной фермерской продукцией. По подсчетам организаторов, выручка от реализации составила всего 2 миллиона рублей, что в два раза меньше, чем в прошлом году. Августа Степанова, Лея Засухин, телеканал «Алмазный край».